Прекрасные йоги. В жизни есть две фазы. Фаза первая – становление личности. Фаза вторая – разрушение личности, то есть отпускание процесса становления личности, лучше сказать. И в зависимости от того, на какой фазе вы находитесь, то есть у вас всё мировоззрение, все интересы обусловлены именно тем, где вы находитесь в этом процессе. Возможно, что вся жизнь – это будет фаза первая – становление личности. Если вас удовлетворяет то, что становление личности вам приносит, то есть вы верите в этот успех, и вам кажется, что вот-вот за поворотом где-то есть это ощущение удовлетворения, покоя, и многие его находят тоже, то эта фаза тогда не поддаётся, личность тогда не поддаётся, может быть, вопросам или не ставится под сомнение её реальность. Часто люди видят, что что бы они ни делали, какой бы успех у них ни был, всё равно они чувствуют, что не удовлетворяет, что на самом деле то, чем я являюсь, и вот то, что личность эта представляется, этот персонаж, оно не совсем, оно вообще не связано на самом деле. То есть как бы персонаж этот не преуспел, каких бы он не добился высот, всё равно вот это вот здесь то, что оно живёт своей жизнью как бы. И если вы это заметили, то у вас начинается тогда вторая фаза, фаза деконструкции, деконструкции склеивания с этой личностью, психологической близости с этой личностью. То есть вы начинаете видеть, как личность формируется, и как она через мысль и представление о себе пытается продолжиться. И есть несколько разных уловок, которыми мысль пользуется, чтобы продолжать эту историю. Историю личности, историю становления, историю улучшения, историю развития. И какое-то развитие у личности происходит, несомненно, но это не связано никак с нами. Она живёт жизнью мысли. И мысль, она всегда ограничена. Когда человек проходит путь полного становления личности, и полностью эта история проживается от начала до конца, через всё развитие, то он тоже её отпускает. И он тогда видит что-то большее за пределами этого ментального конструкта, ментальной конструкции. Либо процесс идёт параллельно. То есть вы уже начали видеть, что личность нереальна, но всё равно ещё возвращаются какие-то уловки. Уловки как бы. Не то чтобы уловки, а просто идёт какое-то по инерции, идёт становление, идёт... Это даже не по инерции. На самом деле оно просто продолжается, но у него меняется оттенок. Вот. То есть продолжается социальная жизнь, продолжается социальная роль, продолжается жизнь персонажа, но нет с ним идентификации, поэтому это становится легко, это не приносит страданий, что там этот персонаж, его взлёты и падения, выиграл он деньги, заработал он деньги, потерял он деньги. Вот. Это всё теперь видится как возможность как бы вот быть на краю ощущений в том смысле, что когда мы отпускаем привязанность к этой личности, то это как маленькая смерть, вот это ощущается как смерть, и в этом ощущении есть, приходит чувство жизни. То есть это одновременно происходит, потому что осознание того, что ничто не принимается как само собой разумеющееся, что всё появляется, исчезает в нашем восприятии, вот это осознание, отпускание этого захвата, то, что мы пытаемся эту историю свою держать стабильной, вот, оно приносит чувство жизни, то есть оно даёт больше энергии войти в вашу жизнь. Вот эта энергия, она начинает многие вещи разрушать, она начинает разрушать идентификацию, она заставляет вас показать то, что вы скрывали, потому что вы чувствуете, что вы не хотите больше находиться вот в этой игре, когда личность у неё, какой одна из характеристик, что она показывает что-то окружающим и что-то скрывает, то есть она как бы ведёт двойную жизнь. И вы не хотите эту двойную жизнь вести, то есть вы всё начинаете выставлять, не то, чтобы выставлять, а позволяете свету пролиться, то есть вы становитесь честным с самим собой. И это притворство, оно уходит тогда. Вот, то есть вот есть две фазы. В первой фазе становления личности мы пытаемся личность улучшить, мы пытаемся набрать, набраться знаний каких-то, мы пытаемся быть хорошим человеком, то есть, а во второй стадии ты понимаешь, что ты не хороший человек, не плохой человек. Это просто всё приходит для того, чтобы увидеть, чем ты являешься и чем ты не являешься. И каждый раз, когда эта идентификация с тем, чем ты не являешься, происходит, есть в этом определённый дискомфорт, потому что мы отрицаем свою природу, мы отрицаем себя. И вот это именно нам дискомфорт показывает. Когда мы научимся более тонко выслеживать, мы увидим все эти разные мелкие моменты, механизмы, как ум находит способ опять продолжить эту личность. И оно становится всё более-более-более субтильным. Никак это ускорить нельзя. Перепробовав все варианты, мы просто отпускаем это и начинаем наслаждаться, любить то, что есть, такое, какое оно есть. Просто восприятие всего, будь то ссора, будь то слёзы, будь то боль, будь то болезнь, будь то смерть. Мы начинаем это воспринимать просто как часть вот этой вот жизни. И мы ни от чего не убегаем. И просто отдаёмся жизни такой, какая она есть. Прекрасной йоги. Будьте здоровы.